Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, ну и по ситуации в Израиле, там продолжаются бои, третий день уже. В двух словах, Хамас продолжает обстрелы израильской территории. Был обстрелян Ашкелон, другие города, Сдерот и так далее. Они запускают ракеты по принципу куда попало, чтобы нанести больше ущерб. Ну, террористы в своем стиле, то есть они тупо стреляют по гражданским, так же, как они делали первые два дня. Они расстреляли очень много молодых людей. Вот сейчас становится понятно масштаб бедствия. Они расстреляли очень много молодых людей, которые праздновали там на фестивале. Значит, эти хамасовцы туда залетели. Там было много молодых людей, детей из разных стран, из Германии, Канады, откуда хотите. Значит, они убили 260 молодых людей, которые там находились на этом фестивале. То есть часть людей сбежала оттуда. Бежали через поля, мы все помним эти кадры. Часть из них только сейчас повыходили к израильским властям. Их нашли, их спасли. Но 260 человек террористы убили хамасовские. Просто гражданских. Я еще раз подчеркиваю, это речь не идет о войне с военными. Они убивают тупо гражданских. То есть это терроризм, абсолютный терроризм в чистом виде. И это самое, самое болючее такое, знаете, самый большой урон за все время существования государства Израиль. То есть тут, это конечно кошмар. Вот, это первый момент. Второй момент, что общее количество жертв агрессии вот этой вот Хамаса против Израиля составило уже более 650 человек. К сожалению, будет больше. Я так думаю, потому что они ехали, они тупо ехали и убивали всех, кого видят. Это зверье. Это абсолютные террористы. Никаких, я не принимаю никаких сантиментов. Ой, да как ты можешь, они борцы за свободу. Они не борцы за свободу, это убийцы, хладнокровные убийцы, бандиты, террористы. Вот мое их определение, этих вот хамасовцев. Это бешеные собаки. И с ними нужно поступать соответственным образом. Вы меня поняли, да? Это без вариантов, без ничего. Они стреляли в гражданских. Мы видели, у нас в Буче было то же самое, когда там приходили расшисты. В Буче, в Ирпене, вот под Киевом, в Стоенке, да, они приходили, например, в автосалон, взяли, расстреляли людей. Под камерой им было все равно, да, хозяина автосалона застрелили, охранника застрелили. Ехали люди, они просто стреляли по машинам. Это просто один в один. Хамас копирует все, что делала так называемая Россия. Вот у нас под Киевом здесь. Буча, Ирпень, Ворзель. То есть они тут творили Бородянка. А все одно и то же. Просто их условным названием говорят Буча. А так это то же самое. Это калька, это копирование действий путинских бандитов, бандитами Хамаса. Вот собственно и все. Никакой разницы я абсолютно не вижу. И никаких претензий по поводу того, что это какие борцы за свободу? Это бандиты. Все. Разговор тут окончен. Какой-либо. Да, так вот, убили они более 650 человек в общей сложности. Это на настоящий момент, я же говорю, боюсь, что будет больше. Идет речь практически там сплошные гражданские дети. Украли очень много людей. Взяли в заложники. Ну, говорят 100 человек, говорят больше. Посмотрим еще. Пока неизвестно сколько. Детей, вы все видели эти клетки с детьми. Это жуть. Это, честно говоря, вот такое вот со времен Второй мировой войны я, наверное, не видел. Да. Ну, хотя расисты опять-таки делали то же самое. Что делали расисты, когда зашли в Херсон? Правильно, украли детей. Что делали расисты, когда зашли в Купенск, Харьковскую область? Украли детей. В Мариуполе украли детей. То есть, понимаете, это бандиты. Они просто эти бандиты берут пример с более крупных бандитов, которые и планировали вместе с иранцами. Я имею в виду Россию. Планировали это все бандитское представление. Теперь Израиль начал уже ответку давать. Конечно, было крайне странно видеть первые 5-6 часов вот этого всего дела, когда террористы просто шастали по территории Израиля и расстреливали гражданских. С этим израильтяне должны еще разбираться. Сейчас Израиль начал по полной программе, уже вчера еще начал гасить бандюх. И нанес удар по практически всем известным ему точкам, где были хамасовские террористы в секторе ГАЗа. Сегодня с утра продолжается отработка целей террористов в ГАЗе. Говорят, что разрушены сотни помещений, скажем так, где были бандиты хамасовские. Работа продолжается постоянно. Мы постоянно на телеграм-канале. Кому интересно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка снизу в описании к данному ролику. И вы увидите в прямом, как говорится, эфире, что называется, в живом времени, как происходит очистка газа от террористов. Это будет продолжено. Израильское правительство заявило, что... Ну, во-первых, в Израиле введен пункт Суракалев. То есть, речь идет о том, что теперь военное руководство после введения этого пункта не обязано советоваться с правительством, что и как ему поступать. То есть, военные будут гасить бандитов так, как они считают нужным это делать. Это правильно. Не без всяких этих сантиментов, мунтиментов и еще чего-нибудь. С террористами как бы надо поступать так, как они этого заслуживают. И с бандитами. Вот. Значит, что еще? Собрали резервистов в настоящий момент. Понятное дело, что Хамас ждет наземного вторжения. Но вы знаете, он, по всей видимости, все-таки не ожидал, что ответка будет настолько жесткой. Потому что если вот раньше, например, перед тем, как снести дом, принадлежащий тому или иному хамасовцу, туда приходили всем жителям СМС о том, что ребята, давайте собирайтесь, потому что через 2 часа 15 минут, условно говоря, по дому прилетит ракета, от него останутся цурки. Сейчас они этого не делают. Они просто знают цель и не видят препятствий. Дело в том, что Хамас нанес Израилю такой ущерб, я имею в виду жителям именно, гражданам мирным, что прощать как-то или как-то, знаете, входить в положение или как-то миндальничать после этого уже не приходится. Ну, вот как нам с расистами, абсолютно точно так же. Вот. И сейчас, видите, они очень жестко отрабатывают, уничтожают. Узнали цель, все, прилетело по ней. А учитывая тотальное превосходство Израиля в воздухе и высокоточном оружии, сами можете себе представить. В любом случае, сейчас начнется наземная операция. Сказали, что в течение 28-72 часов, но учитывая, что это говорили еще вчера, то уже, я думаю, там осталось максимум 2 суток до начала большой операции на суше. Соответственно, зайдут в газу. И, насколько говорят израильтяне, Хамас будет уничтожен как таковой. Собственно говоря, после того, что Хамас сделал абсолютно правильное решение, абсолютно правильно ввели пункт 40 Алиф. То есть, не будет... Короче говоря, все руководство идет от генералов израильских на сегодняшний день. Они разберутся, как там надо действовать. Понятно, что будет очень сложно в условиях очень плотной городской застройки. Ну, ничего не поделаешь. Знаете, с чем я могу сравнить операцию в газе? Ну, вот аппендицит, когда удаляют, это больно, это неприятно. Но это необходимо делать, логично. Ну, просто нет другого выхода, потому что иначе человек умрет. Вот, собственно говоря, вот так же точно Израиль поступает в газе. Точно так же мы поступаем сегодня с расистами. Взбота Украины.